всем счастливый счастливый летит летит приветик счастливый летит вот микрофончики не забыла вот микрофончики их тут два и я думаю что будет слышно хорошо почему не прикрепляю сюда потому что что-то буду показывать куда-то потянулся может камера прям вот стоит знаете она такая на такой тоненькой хлиплой палать палочка но это специально для камеры надо такая найти такая чуть-чуть шелохнешься и она прям знаете может давайте еще чуть-чуть поближе чтоб слышно было приветик все мои хорошие приветик ну так знаете увидеться с вами хотела ну какие то вопросы что-то покажу вам что-то на какие-то вопросы поотвечаю будет что-то такое если вот по ходу разговора 100 впишется эта тема то мысль они поговорим а не впишется то и не надо чтобы знаете так как получится не специально подготовиться там тему какую-то take it easy берем легче все и всю жизнь берем легче ну что мои хорошие покажу вам что-то покажу по поводу спрашивали по поводу как мои сумки от которые я делаю шью как почему как они держат форму что я туда какую даю подкладываю основу и я вот вам хотела показать это наверное знаете фетр ну вот я хотела другого цвета такого знаете нейтрального взять какого-нибудь ну вот не было а вот такой бы вот это вот типа фетр я когда делаю сумку форму ее делаю я такую же форму вставляю фетр вот я такой купила черный видите он вот может вставляем может этот фетр вот тут даже показано вот допустим если ты на на какую-то такую мягкую ткань делаешь пуговичку то ты сначала прокладываешь этот фета и вместе с этим фетром делаешь нашиваешь но фетр изнутри пуговичку чтобы немножко как держалась вот здесь показано фетр здесь показано замок делать здесь показано эти пуговички делать здесь показано что ты можешь вот вырезать что-то из него то есть это то что то что держит сумку вот это я черный взяла вот черный тоже вот посмотрите в принципе даже вам видите даже не просвечивает вот руку мою даже не просвечивает и взяла белый вот был белый взяла такой же белый вот такой же взяла белый я планирую там что-то делать что-то планирую делать даже особо и не планирую вот она что получится то и буду делать и вот такой вот был тоже взяла его здесь тоже нарисовано что ты можешь ну в общем я этот вставляю вот такой вот он и еще делаю еще делаю есть вот у меня синдепон вот синдепон вот такой синдепон все знают прошлом году сшила жилетку я синдепончик вставила только я его делаю даже этот который есть я его пополам чтобы не такой был плотный и на сумке вставляю и вот все сумки которые делаю вот они с синдепоном и вот с этим фетром который вот спрашивали вот я вам показала что из нового а и сверху сумки я вот даю вот такая органза видите у меня есть органза это такого немножко немножечко греченького слегка слегка такого цвета а вот еще у меня есть рулон это прям вот такой как silver белый но не белый он как серебряный такой вот есть рулончик и вот этот кусочек остался такой но вы знаете небольшая разница по цвету хотя вот так вот если посмотреть то они немножечко вот посмотрите вот так видите они немножечко этот такой чуть-чуть огуречные светленький светленький цвет ну вот что за это время сделала сейчас вам покажу так кстати кто помнит вот это мое платье она первое мое вот это платье из трикотажа что я сшила из трикотажа первый раз вот мне я его сделала это это вот это было платье потому что я никогда не считай из трикотажа и думала ну кто-то пишет писал я читала комментарии что трикотаж тянется его сложно делать и я вот первый раз попробовала и она у меня блестяще села я у меня уже много лет и я в нем еще только-только начинала сниматься видео делать она у меня есть ну вот смотрите какую сделала сколько так 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 все по порядку чтобы не перескакивать смотрите смотрите такая куколка получилось вы знаете очень хорошо села очень хорошо вот этот вот спущенный рукав и вот здесь вот я всегда говорю самое главное вот сюда посадить этот рукав цельнокройный он универсальный но его до его можно пониже его можно еще ниже можно прям от талии его вот как летучий убышь вот сюда сделать ведь если хочешь платье и если у тебя здесь ну в общем подчеркнуть какие-то вот свои или даже не выделять в общем очень хорошо правильно подсадить его вот именно сюда этот рукав если ты сюда его вот так подсаживаешь правильно то она понимаете вырисовывается фигура даже если у тебя и не особо с фигурой но вот ты правильно когда вот это вот часть вот это посмотрите вот она настолько правильно посажена что да фигура есть но вот она посажена про чуть-чуть помните я вам рассказывала я мерила платье срез рукава был как-то вот так и отсюда шла шел цельнокроеный рукав тут просто мешок был я стояла я стояла просто бочкой непонятно вообще вообще не поняла этот рукав такой мой любимый рука и вот этот рукав несмотря на то что я его это я только училась его делать но уже здесь видно вот он правильно вырезан посажен правильно вот здесь то же самое происходит даже знаете не надо здесь талию вот это место вот это место вот она она делает здесь шарм я когда я даже не знаю как я его не остатки оставались помните у меня такая юбка есть даже две немножко в разном стиле ну две это одна была из полосок одна была из квадратов и вот у меня остались и от полосок и от квадратов остались кусочки ткани лежали лежали думаю ну что же сделать что жизнь и вот я собралась вот такая вот получилось кофточка но так как там немножко было кусочков и не хватило длины я вот добавила вот сюда вот такой вот вот такие кружева добавила и получилось невероятно красиво она получилась шармом и очень женственная вот это место вот это села очень хорошо место просто вот сюда хорошо здесь подошло и она в общем я в ней как нибудь сделаю съемку и вы увидите так красиво сидит вот она прям знаете она села внешне когда вы так ее показываешь и не видно ну вот она настолько хорошо села сидит потрясающе но это вот из этой серии здесь конечно же внутри все чистенько естественно все я закрыла вот этой вот я вам говорила такая тоненькая тоненький трикотаж подкладочка тоненького трикотажа настолько тоненького ну все везде везде все конечно обработано все чистенько убрано вот такая кофточка хоть какой юбкой из цвет из цветной юбкой она очень хорошо и с белой юбкой очень хорошо и я зеленая юбка есть у меня очень хорошо и там у меня еще одна есть розовая совсем не хорошо вот буду как-нибудь съемку делать увидите на мне но следующее что сделала ой горжусь прям прям горжусь ой прям расцвела вся но посмотрите какая куколка я сначала у меня как у меня остались вот эти вот кусочки оставались я сначала сделала сумку думаю ой ну остались кусочки ну что делать сделаю сумку я сделала сумку и она знаете она здесь такая немножко папе потому что я вставляла и и фетр вставила и вставила немножечко вот этого это что как и как это я называю забыла как вот я и простегала но простегала вот такими квадратиками вот такими квадратики 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 ну такая хорошенькая получилась здесь посадила на белую кнопочку а ручки вот эти ручки у у меня был пор пояс ой был какой пояс когда носила не знаю что-то полезло что-то думаю смотрю там у меня там какие-то какие-то пояса висят местами нас джинс для джинсы никогда не носила но какие-то когда точить может быть даже не мой пояс не знаю ремень не знаю в общем но он такой вот из ткани плотный и вот я взяла его пустила на ручки на эти ручки и они сюда великолепно вписались сейчас вам покажу изнутри изнутри этот эту подкладочку я вставила тоже я покупала одну сумку москима мне ее завернули в этот сначала в в тряпочный пакет а потом такой пакет и я его вот сюда использовала сейчас вам покажу вот такая вот конечно же все везде чистенько все везде обработано все везде закрыта вот такая она здесь не вот это вот сама сам сам вот этот внутренний слой он такой как как чуть-чуть вот такая сумочка и на удивление это она пустая ни о чем а если что-то сюда положить она просто вот так форму держит стоять и вот она держит форму то нам не на коленях от того что вот я вставляю этот фетр и вставляю синдепон вот это синдепон я такой слой синдепона и конечно когда ты делаешь когда ты делаешь стёжку она все вместе вот она такое знаете немножко прям такой паши пур пухленькая но такое очень приятно но просто прелесть сумочка вот такой косточкой еще сюда там видите три пуговички посадила можно было и без пуговичек ну вот это вот показала вам и еще помните я вам показывала у меня был очень хороший свитерок вот этот свитерок я его очень люблю необычно сделаны бачки посмотрите как сделано это вот бачки бачок сам сам трикотаж очень хороший я его покупала у нас есть магазин называется club монако ну довольно такие цены немаленькие так скажем и я за него немало отдала но я уже когда его покупала я его так хотела я его так хотела что я не обратила на это внимание обратила внимание ну что-то вот не обратила в общем мне был бы он вот здесь немножко прям сильно поддавливал под горлышко и конечно на на груди прям ну вот в тот момент когда я покупала но я еще так как-то носил сейчас вообще не хочу чтобы мне вот здесь вот так прям натянулась чтобы вот нет ни хоть не хотела я вам показывала ну что же с ним сделать как же его как же его можно немножко увеличить потому что здесь на боках нет шва здесь так выкроен здесь нет шва швы вот здесь вот идут вот здесь по бокам он вот так вот шик как-то вот так сшит вот так здесь эти вставки в общем не знала не знала не знала но сказала себе раз она ты найдешь ты найдешь идею тебе придет идея только надо чтобы этот свитерок был на глазах вот чтобы я его видела чтобы он у меня не так что я его убрала он у меня там где-то в шкафу и я его год не смотрела вот я его положила на видное место и как-то я там вещи что-то что-то я на него на тут наткнул натыкалась я на него на и что вы думаете и пришла идея кстати очень хороший метод вот себе сказать вот смотрите вот что-то вы делаете и не получается или вот что-то желание какой-то есть не получается вы себе скажите найди идею ты такая умница ты обязательно идея тебе возникнет как из договорите вот чего добиться у кого вот я хотела думаю ну вот ну как же как же я так ним он настолько приятный к телу он настолько качественный этот свитерок пусть идея придет мне ну вот пришла же не идея вот с этой вот с этим вот этой кофточкой и юбочкой как-то знаете руки сами шире есть и говорю ну смотри ты нашла такую блестящую выход нашла здесь как сделать чтобы ее потому что она довольно таки было нормально но чуть-чуть мне хотелось чтобы вот ты наш думаю ну вот это у тебя столько у тебя идей который ты сама думаю ну вот найти идею и вы знаете я нашла я нашла идею посмотрите как я сделала я вот сюда вставила посмотрите и назад такую же штучку представляете и вперед иногда как он сделал красиво этот ветерок он меня обнял не я его а он меня обнял я его вот понимаете я его раздвинула по центру здесь очень было непросто раздвинуть потому что это вязаная вещь ну ты чуть чуть начинаешь отрезать и она распускается кстати нигде не видела эту идею нигде это моя собственная идея я знаете у меня было когда-то из того же магазина меня было юбка вот она это уже кусочек остался вот эта юбка она была ой что я вам левую сторону показываю она была вот эта юбка на это кусочек остался была полноценная юбка она была вот так складку это была такая роскошная юбочка вот так она была в складочку вот в такую складочку была она была такая секси на мне так красиво сидела но стала тоже короткая чуть чуть выше колена не хочу сейчас такое вообще не хочу я ее и так я ее и сяк нет никак очень это трикотаж очень качественный трикотаж великолепно сделано она даже была это у меня не юбка внизу была юбка а сверху вот такие шли как типа как сарафанчик был просто вот такие вот большие широкие вот сюда в общем сарафанчиком таким сарафанчиком было было вот эта вот вещь и тоже это темно-голубь темно-синяя и вот это тоже не черная это темно-синяя знаете и тут и сюда залезла рука и глаз увидел думаю так вот они это просто одного качества и вот такую я красоту я видите взяла вот эти полосочки разрезала их стачала чтобы длинная была одна спинку и туда нужно было стачать потому что она коротенько и вот такую красоту сделала но посмотрите и сейчас этот светерок вот то что надо и я на прилично раздвинула его вот так прям вот на прилично знаете как сделала не резала не разрезала я с этой 100 я его не разрезала я сначала пришила на живу ли на с двух сторон на живу лина вот таким образом вот эту полосочку просто вот здесь наживу его из этой стороны наживу лила потом за строчила с этой стороны медленно аккуратненько потихонечку и с этой стороны и только потом я аккуратненько ножичками внутри разрезала тогда они у меня не расползлись в общем такую ювелирную работу просто такое сделала спасла свой светерок такой видите какой он очень женственный он очень хорошенький так что тоже вот просто болтаем кстати вот такая идея самому себе сказать самому себе сказать ты знаешь как и ты найдешь как что для этого надо а вот ну в моем случае что просто на глазах это было понимаете да это кофточка это не о чем но это тренировка это тренировка вот как ты делаешь упражнения вот казалось бы ну что упражнения это тренировка но если ты сделаешь это два раза в неделю ну результат будет но какой никакой долго если ты это тренируешь каждый день то и результат ты будешь быстро видеть вот так во всем тренировать вот эти идеи казалось бы ну что кофточка но это ты тренируешь чтобы твой мозг работал вот найди как это сделать так что вообще великолепно я даже сама себе была удивлена я себе взяла это на вооружение думаю о еще один метод как как вот эту вот тренировку сделать потому что человеческий потенциал очень велик и каждый абсолютно каждая абсолютно каждая из нас талантливы у всех есть таланты но это тренировать надо вот такими маленькими ни о чем методами вы знаете это для меня вот когда я когда меня озарила что можно ее расставить отсюда это самый был лучший вариант потому что рукав мне трогать не надо он мне хорошо сидел здесь шва нет что делать здесь как ты его расставишь когда здесь все связано это все связка и писатель такую красоту придумала жаль что я это не записала на видео не не делала я не знала получится не получится думаю что я буду это записывать я стихийно что-то я села только я попробую думаю я попробую сначала на каком-то другой на другой просто кусочек ткани взяла и вот этим своим методом подставила вот так прострочила и внутри вы так ножничками те кто так разрезала и я смотрю ткань разъехалась и вот я стала на этом делать в общем вот такая красота сделала красоту настолько подошло и пока по качеству потому что это довольно таки ну плотненькая вязочка и вот это плотненько но настолько все совпало это вообще потрясающе и по цвету и по качеству вот такой роскошный ветерочек следующее что хотела вам показать ну вот мы же были на выставке на выставке ван гога и тоже там мне знаете я честно скажу я как будто бы побывала на другой планете вот настолько ты улетел ты оторвался на этой выставке ты настолько оторвался от от земли что когда выставка закончилась так хотелось приземлиться потому что ну вот погрузиться вот вот погрузиться обратно так так было легко так было романтично этой выставке вы понимаете выставка тут сидят тут скамеечки кто-то сидит с рюкзачком на полу две девчонки пришли рюкзаки поставили сидят сами то в телефончике то смотрят что-то там парочка какая тут кто-то сидит такая стульчик которого так крутится по кругу там какая-то кресло качалка сидит тут какой-то стол скамеечка которая тоже вот так раскачивается оторвался настолько улетел куда-то нет как будто бы ты ты не на земле вот так это ты так расслабился на этой выставке просто получили огромнейшее удовольствие да я немножко конечно снимала но не очень было потому что я была не сама и и когда ты постоянно вот это снимаешь снимаешь но это знаете не очень комфортно с тобой когда ты постоянно с этим телефоном и ты снимаешь другому человеку с тобой не я даже по своей семье вижу вот если как дети приходят я вот хочу ребенка заснять они мне обращать внимание снимай и показывая не просто дали добро понимаете прерывается какой-то контакт мы перестаем общаться потому что я начинаю снимать а когда ты снимаешь и они немножко так что-то реагировать надо на то что я снимаю как-то нужно ну то что смогла я сняла вам показала и там был маленький магазинчик прям в музее немножко продавались какие-то футболки с изображением там сюжетов из этой выставки стаканчики были киа стаганчик не один так понравился но знаете тяжелый ну такой тяжелый тяжелый я такие стаканы не люблю во первых чтобы легкий был я вообще прозрачные люблю только ну ладно я бы и взяла но такой прям совсем не понравилось мне так особо ничего тут там в общем кепки были такие футболки были что еще было кружечки были типа типа такой дневник чтобы вести там тетрадь записи делать такой не о чем вот такой был магнитик они были разные я конечно выбрала только этот и посмотрите какая какая прелесть смотрите какая вазочка ну конечно же что конечно это магнитик на на холодильник и конечно же что конечно у меня идея я абсолютно хочу сделать точно вот эту копию только из ткани понятия не имею что получится может быть сделаю и сделаю допустим ну нет а так вот вот здесь вот на сумку на сумку пущу может быть просто картину сделаю может быть не знаю что вот не знаю что в общем очень очень мне мягко глазу приятно и вот в эти все подсолнухи вот в эту вот в эту всю вот идею сюда тоже заложить какой-то вот какой-то свой собственный жизненный сюжет вот создавать его делать подбирать вот это все и вложить туда вот эти свои какие-то желания или вот что-то не знаю на что может быть не знаю в общем вот эти подсолнухи потом знаете мы выше с выставки и это место где проходила выставка это новое место построили большой большой такой скажем такая как но называется конгресс создай конгресс что-то такое конгресс демориальт что-то такое конгресс видимо там есть какие-то залы где конгресса проходят не знаю но здесь типа маленький такой тоже шопинг-центр не могу сказать центр искусств картины статуи скульптуры какие красивые я что-то сняла потому что везде можно было снимать я даже когда на выставку спросила могу ли я делать видео несколько лета и тогда конечно ты я могла что-то снимать здесь открыто все нигде не на не нарисована камера что зачеркнуто что то есть нельзя нигде там везде стоит security полно полно такой знаете такой центр вот где эта выставка и вот эти магазины он ну наверное знаете от чего величия он наверное 10-15 метров просто вот потолок где-то 10-15 вот такая мощь такая свежесть от этого вообще такое роскошное место она новая его не так давно отстроили и все стеклянное и стекло такого цвета вот как есть бутылочный цвет а этот цвет мягкое солнце желтоватого вы знаете настолько там комфортно тепло глазу мягко приятно и вот вроде ты и на улицу ты все видишь улицу но через призму как будто ты в таком солнечном оазисе очень высокие потолки чуть-чуть сюда прошли мы там немножко прошли по этим магазинам что-то какие-то картины я засняла красивая такая лошадь стоит там где-то красивый медведь стоит здесь где-то красивый будда ну в общем интересное было интересное было наблюдение дальше чуть-чуть прошли стоят столы теннис настольный теннис и кто-то вот просто то эти куртки бросили сумки тут и стоят папа с дочкой играет там стоит парень с девочкой просто ты лист и можешь проиграть конечно само пространство очень очень большое роскошные кафе стоят там говорю я как будто бы на луне вроде бы я во всем этом не знаете ну все это везде но как-то все и как будто на луне побывало мне там так понравилось так что я думаю что это не первый поход это в городе прямо в самом самом центре это называется у нас олд порт или в ее порт старый порт старом порту но это старый город ну то есть центр города ну думаю буду буду его посещать и кое-что оттуда буду вам показывать кому интересно что еще хотела вам что-то еще хотела сказать да ну вот хотела сказать знаете стал и письма письма получаю в комментариях и комментарии и письма и сталкиваюсь с таким явлением как лень вот кто-то мне написал роза на какое счастье что вы это делаете это у вас а я лень а я ленюсь я не знаю я ленюсь как вот избавиться от лени и что-то вот типа вот такого все вот хотела так немножко немножко заденем это кому-то может быть эта информация нужна что такое лень любое твое дело лень сделает трудным вот если если есть это состояние линии то кофе себе сварить будет трудным убраться дома и как трудно убраться убраться привести в порядок свои вещи там возложить привести в порядок очень трудно от того что если это есть любой один любое самое легкое дело если есть присутствие вот этого состояния линии она сделает тяжелым тяжелым трудным это дело но сама по себе лень еще раз говорю я ни на чем не настаиваю ничего не утверждаю кто услышит кто в теме услышит нет нет сама по себе ли не бывает на ровном месте если ты в хорошем нормальном ровном психологическом состоянии ты не можешь быть ленивым поэтому себя обвинять что я такая ленивая мне не хочется не надо себя обвинять в этом состоянии есть причина потому что если у тебя нормальная хорошая ровная психологическое состояние ты не можешь быть ленивым тебе не сложно убрать в доме кстати про уборку тоже мне кто-то написал разом а как вы убираетесь дома как вы убираетесь дома как часто как вот вы убираетесь дома что вот я все делаю то 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 убираться не могу дома не могу убраться лень жалко времени на это и так далее тоже такой был комментарий так вот лень сама по себе не возникает и себя винить в этом или себя ругать или в себе претензии а я такая ленивая я вот у меня там белье запущено здесь у меня нужно разобраться в шкафу запущено а здесь у меня там конечно это не на пустом месте это твое психологическое состояние это какой-то в тебе сидит что такое лей это страх откуда страх все откуда у нас все из детства поэтому по так себе сказать я ленивая поэтому я там меня не получается не трогать себя никто из нас не ленивый это такое твое состояние когда у тебя ровная я не говорю такую повышенное состояние когда у тебя ровное психологическое состояние ты не знаешь что такое лень надо убрать ты пошел убрал надо сварить ты пошел сварил надо порядок навести там обувь перебрать обувь летние убрать зимнюю добавить летнюю все перемыть все сложить ты делаешь не заставляя абсолютно не себя не заставляя то есть всегда нужно первое в первую очередь себя поддержать сказать да у меня такое состояние надо мне с этим состоянием разбираться ну как-то себя за руку взять себя за руку взять и и и договориться с самим собой вот это и есть вот это и есть то как ты с собой в ладу или нет но еще раз еще раз говорю винить себя ругать себя заставлять себя это еще больше себя загонять в down 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 вниз 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 ни в коем случае не ругать себя не заставлять себя только договаривая это тоже самое если с ребенком такое же понимаете вот если ребенка ну никак не убирает своих конечно когда вот кому-то заходишь и сразу смотришь и что в кого в комнате творится у ребенка если в комнате вот такой беспорядок это у ребенка и в голове также и на душе также это его такое состояние или у женщин там если заходишь это она в таком состоянии я помню у нас была в школе учительница английского языка она какая-то была особо очень отличалась у нее были корни в общем она была немножко связана с западом и ей им присылали посылки и она очень красиво одевалась совсем не как все остальные но слухи сплетни по школе даже мы дети это было у меня четвертый пятый класс ходили о том что она очень сильно у нее грязно дома это даже да да нас до учеников доходило настолько не списывалась вот она была как она прям как красивенько одета молодая женщина преподавала тогда у нас английский или или немецкий я уже научились какой-то весик преподавала на и подходили такие слухи что она очень-очень конечно тогда это ходили слухи что вот я просто сейчас понимаю что это только вот такое твоих психологическое состояние ну что ты пока ты не дошел до доктора пока ты не дошел ни до какого-то что ты можешь сделать пока тут ты на этом этапе пока ты сам что ты можешь сделать так я не буду далеко от микрофончик of что ты можешь сделать ты можешь только сам с собой разговаривать ты можешь только сам с собой договориться не ругать не заставлять не обвинять только договориться и знаете как договориться когда ты хочешь пусть к тебе придет вот идея чтобы тебе пусть к тебе придет желание делать это убрать навести порядок желание пусть тебе это придет а ты его поймаешь это желание и ты сделаешь А сейчас пока пусть это все лежит так, не разобрано там, или не убрано, или еще что-то. А вот ищи это желание, то есть немножко заставить, вот немножко заставить мозг помочь, потренировать. Знаете, вот что я, вот сумки, где в жизни никогда, какие сумки, ну кто шил сумки, какие сумки. Тренировка. Одну, вторую, третью. Вот у меня уже их, наверное, 7 или 8. Знаете, все ношу. И только вот от того, что ты тренировал, вот точно так мозг. Тренируй, тренируй. Как ты тренируй мозг, договаривайся. Только ласково, только к себе бережно, только к себе аккуратно. Так же, как к своему ребенку, так же, как к своему там близкому человеку. Не конфликтуя, не заставляя ничего насильно не делать. Потому что, когда ты делаешь что-то насильно ребенку, ну ты еще больше его погружаешь в это состояние. И себя тоже, конечно. Только с себя начинать. Так что вот это хотела вам сказать, потому что получила, получают письма вот. А, по поводу Розана, как вы убираетесь дома. Ну, недолго, вот уже 40 минут. Ну, кто не хочет, вы выключите. Как-то на зарядку встал как раз постоять 40-45 минут. Вот я вот час, час пятнадцатый. Так что тоже иногда что-то, какой-то болталку включаю. И я сама стою, знаете, чтобы ни о чем не задумываться. А так стоишь зарядку или там какие-то свои работы делаешь. Розана, как вы убираетесь, как вы убираетесь, как вы убираетесь? Я, знаете, никогда даже не задумывалась. Но всегда была удивлена, когда ко мне кто-то приходит вот так, ну, случайно. Хотя здесь не принято приходить случайно, здесь всегда позвонят. Я там, вот даже мне, если иногда сын где-то в этой стороне бывает, он всегда позвонит. Я вот там буду в твоей стороне, ты свободна, могу я заехать? То есть даже мы друг друга вот предупреждаем. Ну, вот если кто-то даже случайно, мне часто, очень часто говорили, к тебе, когда не придешь, у тебя всегда чисто. Ну, я даже не обращала на это внимание. Но я теперь понимаю, о чем это. Чисто, как ты убираешься, как вы убираетесь, Розанна, как вы... Я никогда не убираюсь. Да, смешно. Я не убираюсь никогда. Кроме как... Полы помыть. У меня такого нет, чтобы у меня вещь лежала не на месте. Вот я пришла домой, ключи открыла, ключом открыла дверь. И тут висит крючок. Я его повесила, ключи и пошла. Как однажды мне моя знакомая говорит... Ой, нам было лет по 40. Мы подъехали ко мне, приехали ко мне, поднялись ко мне. Я открыла дверь, сразу повесила прям возле двери. Вот так у нас крючок висит. Повесила, повесила ключи и там туда. И вдруг она вот так посмотрела и говорит... Боже, какая шикарная идея. А я всегда ключи ищу. Мне выходить, и я начинаю искать ключи. Куда я положила ключи? Я говорю, как, 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 куда положила? Как такое может быть? Да, говорит, я всегда опаздываю, потому что я всегда ищу ключи. То от машины, то от квартиры. Какая прекрасная идея, сразу здесь крючок висит. Вот я переоделась, я повесила сразу в шкаф. Там, если я занимаюсь шитьем, и я не закончила что-то, мне завтра там. Я все равно уберу. Ножницы положу на место, иголочки все сюда, это сюда, это сюда. Нитки какие-то чуть-чуть, если слегка что-то там, я подниму, соберу, потому что пылесосить потом буду, когда все закончу, все это, все закончится. На следующий день захожу, у меня еще работа не закончена. А я захожу, а у меня все чисто. Вот, ну, в ту комнату. То есть, настолько это на автомате, я вообще никогда не убираюсь, потому что мне никогда не бывает беспорядка. Вообще не бывает. Я даже не знаю, как можно. Ну, как вот, ты переоделся, куда ты эти вещи положила? Повесь их сразу. С ветерок я склада сложила, положила в шкаф. Если в платье повесила сразу. А куда его деть? А куда его деть? Ну, что, на стул бросить или на пол? Ну, куда? На вешалку сразу. Поэтому я никогда не убираюсь дома. И у меня всегда чисто. Но не потому, что я чистюля. Ну, не потому, что я не буду ходить и вот это мыть. Нет. Нет, нет. Никогда ни за что. Тоже никогда не буду тратить деньги, тратить время вот это подтирать, натирать что-то. Нет. У меня нет беспорядка, потому что все абсолютно на местах лежит. Мне такого нет, чтобы я на кухне, ну, вот сюда я руку сунула, здесь у меня там для салатов стоит, там стоят специальные. Здесь будет стоять для бокала. И сюда будет, ну, как у всех, наверное, так же. Я, да. Так думаю. Но, честно вам сказать, даже если я к другим прихожу, вот я особо и не замечаю. Ну, даже если я там, я не замечаю. Ну, даже если я заметила, оно меня настолько мне, оно меня настолько не... Я просто понимаю, что это состояние такое у человека. Состояние такое у человека. Ну, да, если, понимаете, если, например, ну, понятно, что, ну, да, если человек, вот, ну, ладно, не хочу там какие-то такие примеры, потому что эти все люди вокруг меня со мной. Но есть, я понимаю, что это такое состояние у человека. Это не потому, что человек плохой. Это состояние. Так что, вот, мои хорошие, все, оказывается, можно, ну, вот таким словом, скажем, тренировать. Да, вот это же тренирует. Ну, ты раз, другой, третий сделал, и ты уже тренируешься. Упражнение, ну, что и как это, что это тренировка. Будешь делать, будешь видеть результат. Вот так во всем. Тут тренировать надо. И только по-хорошему тренировать. Ничего не заставляя. Асу, вот очень в детстве не заставлять, невозможно заставлять. Это надо разобраться, что с ребенком происходит. И когда разберешься, его заставлять ничего не надо будет. И очень сильно нельзя заставлять, когда ты, особенно уже постарше возраста, невозможно заставлять человека, ему 50 лет, а ты ему говоришь, уходить на эту работу. Или убирайся дома. Или делай это. Это такой раздражитель. Надо разобраться с раздражителем, а это внутри. Это внутреннее состояние. Ну вот, посмотрите, какая куколка. Ну, просто прелесть. Душа. Это первая моя работа. Ну, какая прелесть. Такие душевные эти домики. Вот хочу с этими, с ромашками, ой, с этими подсолнухами. Идеи у меня есть сделать. Идеи есть. Вот почему хочется... Не знаю, что получится. Ну, как-то мне кажется, картиной сделать. Ой, в общем. Ну, буду делать, буду вам показывать. Все, мои хорошие. Поболтала с вами, рассказала. Очень-очень довольна я этим свитерочком. Вы знаете, я просто сидела, просто сидела, делала, возилась. Мне даже приятно вот трогать, делать. Я так аккуратненько сначала наживулила, посмотрела, все так, потом строчечку дала с одной стороны, с другой стороны, потом маленькими ножичками начала внутри, так-так-так-так-так. Я смотрю, она аккуратненько, вы знаете, я даже удовольствие получила. Вот я не работала, а удовольствие получила. Ну, такая лапушка, такой хорошенький. Такую идею. Я нигде не видела, чтобы лапка посередине его раздвинули. Всегда видела по бокам. Но здесь, вам говорю, нет швов, поэтому вот такую идею сделала. Ну, все, мои хорошие. Обнимаю вас, да. Вот еще тоже не начала. Совсем, совсем еще не начала с конвертом. Еще ничего, ничего, ничего. Посмотрите, кстати, тоже такая, такая прелесть. Кто уже пишет? Начали уже писать, девчонки. Вот я еще ничего, еще ничего. Красиво так переливается. Ну, вот знаете, одно из желаний точно напишу. Вот такая вот тренинг, вот оказывается, вы знаете, вот так можно найти решение какого-то вопроса. Только себе дать задание. Вот дать себе своему мозгу задание. найди идею. Ты такая талантливая, ты такая умница, ты столько идей себе нашла, столько сделала. И сейчас найдешь, найдешь, как с этим справиться, найдешь именно идею, как с этим справиться, или там с этим, с другим, с третьим. Вот это одно из первых, наверное, вот таких желаний. Ну, самое, наверное, первое желание, я знаю, какое будет, чтобы война закончилась в Украине. Вот. А второе желание, вот буду, буду писать, эту вот идею, чтобы всегда мне мой собственный мозг тренировать на то, чтобы мне он давал вот такие решения каких-то. Да, да. Находил решение каких-то вопросов, которые возникают. Ну, в общем, как-то сформирую. Все, мои хорошие, заканчиваем. Обнимаю вас. Если нравится мое видео, а, кстати, покрасилась. И слегка, 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 чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, вот тут вот чуть-чуть сняла. Я сказала ей, прям, ну, просто нам на сантиметр подсвежить. И покрасилась. Знаете, покрасилась, называется Silver, Silver Light. Легкий, серый, серебряный, серебряный, Silver, серебро. Легкий, лайк, легкий. А получился как-то темноватый. Ну, он смоется. Ну, он такой пепельный, серый, пепельный. Ну, я так и хотела, потому что сидели. и слегка, слегка, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Говорю, с боков мне тут ничего не трогай, пусть оно вот сюда вот так отрастает, я его буду вот так, как-то, наверное, вот так буду делать, не знаю. Но чтобы здесь коротко не было, вот отрастает туда, а так чуть-чуть его так собрала. Отнимаю вас. Если нравятся такие вот болталки, ставьте, жду от вас. Счастливые, счастливые лайки. Обнимаю вас. Хороших вам идей и чтобы завести вот эту программу, чтобы привод завести, чтобы только дал установку решить, какой-то вопрос. И у нас приходила вот такая идея. Потому что самое лучшее это своя собственная идея. Обнимаю вас. Продолжение следует...